Те, кто смотрит на ютубе, всем добрый день. И я должен включить чат, пообщаться в чате с народом. Привет, люди. Люди, здравствуйте. А что если ДиВэм выиграет? Беркут Мин, привет. Нет, не выиграет он. Я уже это понял, когда потерял весь пехотный лимит ДиВэм. ДиВэм вообще всю игру сыпался по лимиту, у него очень много было потерь, поэтому это было нереально. ESL. А ДиВэм сливается, немцы пьют пиво. Да, Бабрич, так и есть. Карпаген, привет. Родина Мать, привет. Кирилл Кох, привет. Здравствуйте, Штол ЦМС, привет. Булат, здорово. Рукоклан Булат пришел. Со всеми поздороваюсь, ребят. Продид Джи Джи, привет. Так, кого еще тут вижу? Народа много, блин, молодцы, ребят. Все пришли, все пришли. Да, все на месте. Раз, два, три, четыре, пять. Всех посчитал. 55 человек. Сейчас еще где-то 55 тусуются. Сейчас они придут, ребят. Видимо, пошли куда-то гулять. А может и не гулять. Вот такие дела. Ну что ж, ребят, вторая игра и я начал запись, да, по-моему. Да, я начал запись. Я молодец. Вторая игра 1-0. Бартон ведет, ребята. Дивен Бартон. Серьезная игра. Артем Причард, привет. Привет, привет. Ох, все наши. Блин, как я вас рад видеть, ребят. Так приятно. Вот я помню, когда я начинал стримить, сидело 6 человек. Пятеро из них были мои друзья. Витя самый первый пришел, Бритва. Он же Витторио. Потом стали люди подтягиваться. Потом я когда увидел, что у меня 16 человек на стриме, я говорю, нихрена себе это смотрят. Да, ну вот медленно, но верно, настало очень много людей. Недавно к нам пришло 490 человек. Это было здорово. 490 человек на стриме. Да. Теперь меня, кстати, все зовут мистер Ратата. Я вчера тут поиграл чуть-чуть в Company of Heroes. Меня назвали мистер Ратата. Все меня. Мистер Ратата. Вот. И парень даже, я что-то психанул вчера, проиграл. И этот штурмтигр... Как он? Штурмтигр Саш. И такой грустный смайлик поставил. Говорит, нет, Ратата-Тата. А я вышел просто без ГГ. Я был расстроен. Да. Мы растем. Растет комьюнити. Растет уровень контента. Растут деньги. Растет все. Растет количество фракций. Растет количество юнитов. Растет... Растут... Обрастает новые карты. Наша игра обрастает качественным контентом, ребят. Безусловно. Мы помним, какая она была. Мы видим, какая она стала. Было-стало. Было-стало. Дивем. Демахт. И... Советский Союз в лице Бартона. Отражается в его голубых глазах. Сверкает, поблескивает. Играючи. Идливается на солнышке. МГ-42. МГ-42 что-то решил закурить. Говорит, пацаны, сейчас я закурю, говорит, и мы поработаем по советским новобранцам. Сразу в снайперы я пошел, Дивем. Интересно. В двух местах получается воевать. Ой, хорош. Дивем. Да, Дивем, конечно, молодец. Попадание и отступил. Ага. В штрафной зоне снайпер и минус полжизни. Молодец. Теперь надо строить медицину. Срочно. Да. Отличный контроль карты от Бартона. Бартон контролирует правую часть карты. Прессингует левую. Достаточно серьезный лимит у Бартона. Четыре пехотных отделения новобранцев. Есть инженеры. Инженеры захватили правую часть карты. Прессинговал Дивема Бартон своими новобранцами на левой части карты и на центре. Пошла фланговая атака новобранцами. Постоянный прессинг на ресурсы противника дает Бартону нереальное преимущество в этой игре. Решил Бартон даже не связываться с противником. Если медицина, можно медицину. Да, сразу же медицина дает Бартон. Все правильно. Как по учебнику играет Бартон. Понимает, что ему сейчас нужно будет пехотным лимитом тащить минут 10. Вот, и он решил, что да, будем делать ставку на пехотный лимит на этих новобранцев. Четвертая минута, ребят. Ой, гренадеры здесь как хорошо отвоевались. При поддержке снайпера. Инженеры сели. Хорошие мина! Вот это просто великолепно! Бартон, ой-ой-ой-ой-ой. Бартон реагирует, но поздно. МГ-42 сейчас постоянно что-то на базе тусуется. Толку от него никакого. Пехоту противника он никак не встречает. По инженерной пехоте противника работает Бартон. Или, точнее, ДВ. 485 на 481. Счет открыт. Т2 продакшн у ДВМа. ДВМу явно не хватает здесь Ганамак. К. Ганамак. Ну, противотанковую гранату можно дать. Ну, Бартон очень много ресурсов. Я не знаю, что он там ждет. Что не ждет. Еще один мин отбирает. Сюрприз сейчас-то лучшее оружие. Ну, можно взрыв-пакет, на самом деле, закладывать прямо около здания. Для того, чтобы туда зашел отряд. И чтоб его подорвать. Не сильно важно это стратегическое... Вот это здание, оно не сильно нужно для Бартона. Что-то зависит сегодня. Новобранцы пошли на левую часть карты. Новобранцы на центре. На центральной звезде также отряд новобранцев. Подошел МГ-42. Он, естественно, не видит никаких новобранцев. Ступили инженеры, пошли... Пошли заказывать продакшн. На сей раз обнаруживается меня. С правой стороны ДиВМом. Гренадеры против новобранцев. Тут же снайперы. Снайперы. У ДиВМа работает. У снайпера 10 фрагов. Хорошее попадание. Ну и опять без ресурсов оставляет Бартон ДиВМа. У самого Бартона все хорошо. Пошел отряд новобранцев на правую часть карты, чтобы запокусить отряд немецких пионеров. Гренадеры пошли в контратаку на новобранцев при поддержке снайпера. Гренадеры контролируют центральные... Ну, так сказать, такие... Левоцентральные подходы. Не обезврежена, кстати, мина. Зашли новобранцы, отогнали пионеров. Два бойца остаются в доме. Но по-прежнему эти бойцы и дают вижен. Сейчас можно выходить, да. Уже ничего не надо там. По сути, никакой контратакии нет. Ну и что? ДП... ДШК-38. Это значит, что Бартон пошел в танк реку Лэд Лиза. Да, и Бартон... Я-то понимаю, что он без протакшена хочет? Нет, все-таки Т2 сделаю. По сути, бояться-то нечего. Противника никакого механизированного лимита-то не будет. Спрашивают, кто прошлый выиграл? Прошлый выиграл Бартон. Бартон 1-0, ребят, ведет у ДиВэма. ДиВэм, конечно, летит жестко. Очень жестко. Но он на кончину. Заступил, говорит, на пост. Привет. Довобранцы. Довобранцы. Хорошее пробитие по МГ-42. Довобранцы. Сейчас надо отступать, сейчас могут быть потеряны. Еще подходит отряд новобранцев. Еще подходит отряд новобранцев. Тут же ДШК. По гренадерам. Нет, недостаточный рейндж. Новобранцев надо сейчас, естественно, в зеленку. Обязательно в зеленку. Снайпер работает как может. Снайпер вермахта работает как может. Подствольная граната на новобранцев. Хорошо. Пробует останавливать ДиММ эту контратаку от Советского Союза. ДШК. Работаем. Работаем, говорит. Пробитие. Хорошо. Подавляется один отряд гренадеров. Будет ли подавлен второй. Новобранцы побежали захватывать ресурсы. Т70. То есть Т3 у Бартона. Отлично. Будет сейчас проблема у Бартона. Точнее у ДиММ. У Бартона это все прекрасно. Т-70 в рейф. Т-70 хороший в рейф. И здесь на гренадеров надо просто забирать. Надо пробовать забирать. Хороший пак противотанковый. Пак противотанковый встречает огнем Т-70 противникам. Тут же 2 за 2. ДШК отступает. Пробитие Т-70. Справа пошли пионеры. Разминировали наконец-то мину. Новобранцы захватывают левое топливо. Да. Ну как хорошо действует... Как хорошо себя чувствует Бартон. Великолепно просто. Прекрасно, здорово, великолепно. Офигенно вообще. У Бартона с этим какое преимущество нереальное. Десятая минута, ребят. Посмотрим графики. 3200 нанес урона Бартон. 4300 ДВМ. 42 на 18. Конечно, ДВМ здесь опережает Бартона по убитым войскам. 2-2-2. Кайтит новобранцев. Тут же подошли гренадеры. Ой-ой-ой. Здесь очень серьезно. Сейчас можно забрать этот отряд новобранцев. Это надо делать. Обязательно надо сейчас делать ДВМ. Забирать этих новобранцев. Неужели они уйдут? Они уходят. Это было очень важный тракт. У Бартона по-прежнему нереальное преимущество по лимиту. Да. ДШК. Гренадеров. Хорошо. Гренадеры под ствольную гранату. ДШК отступил. Вот если сейчас ДШК запустить, можно его попробовать забрать. 2-2-2. ДШК. Ну, попробовать забрать. Нет, ДШК убежал. Снайпер. 23 фрага у снайпера. Ребята, страшный счет. Выдавливает противника ДВМ с левой части карты. Новобранцы сели в зеленку. Тут же ДШК. ДШК можно в дом сажать. Д70. Врыв. Вот сейчас очень важно найти этого снайпера. Нет, Д70 не получится забрать. Там, блин, пакбарковые танки. Там страшно. ДШК. Хорошо. Надо отступать. Да, Бартон успевает, как Бартон. Везде. Вот посмотрите, какой нереальный микроконтроль. Везде успевает Бартон. Пошел. Пошла постоянное подкрепление. С базой Бартона. Пошла постоянное подкрепление. С базой Бартона. Все татары, кроме я. Д70. Прекрасный микроконтроль от Бартона. Видите, Бартон не... Это самое... Не устраивает... Аркадные вот эти покатухи. Если противотанковая граната... Противотанковой гранаты нету. Она только сейчас изучается. Ребят, 2-2-2 не получится забрать. Немножечко получилось противника выжать с левой части карты. Подавлены новобранцы. Подавлены новобранцы. Ребята, я с вашего позволения извиняюсь, конечно, но я должен... Самый. Я должен вот так вот сделать. Потому что это невозможно. Все, я все отключил. Забыл, как бы, мейл-агент отключил. Ничего страшного. Ребят, поехали. У меня снайпер с левой части карты. Тут эти самые ДШК отступили. Снайпер, конечно, насилует пехоту противника жестко. Кстати, какой... Вот этот снайпер, на самом деле, вермахта, блин, столько проблем дает. Нереально. Минометов не хватает. Вот почему Бартон делает минометы, непонятно. Зачем эти ДШК, когда тут миномет нужен? Причем штуки две. Бартон, пожалуйста, поговорим без спойлеров. Мы смотрим ваш герм. И мы не знаем, кто победил эту борьбу. Мы знаем, что вы победили. И я думаю, что это будет последний матч. Если вы хотите. Вот Бартон уже пришел. Видимо, отыграл. Может быть, перерыв. Может, не перерыв. ДШК, Т70. Снайпер, МГ-42. Сильно растянута оборона ДВМа. Непонятно, зачем он поставил фаг противотанковый слева. Вообще непонятно. Что он там делает? 2-2-2. По пехоте противника. Минус отряд новобранцев. Хорошо делает ДВМ фраг. ДШК подавляет гренадеров. 2-2-2 останавливает контрзабегание новобранцами. Второго снайпера подстраивает ДВМ. Хороший врыв. Контратака. Спокойно, спокойно. Еще новобранцы подходят. Подошли, отошли. ДШК подавил гренадеров. Левое топливо забирает Бартон. Хорошая противотанковая граната на 2-2-2. Два снайпера против пехоты. Надо убегать. Срочно. Пошли новобранцы. Снайперы пытаются встретить. Нет, 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 нет. Не получится. Бенвиз. Хорошо. Еще пробитие по 2-2-2. Подошли штумпионеры. Т-70 врыв. Т-70 врыв. Хорошо. Т-70 врывает. Тут пак противотанковый встречает. Проблема. Тут новобранцы. Последний стрелок у отряда новобранцев. Хороший панцерфауст. На Т-70. Т-70. На этих снайперов вообще сейчас хочет класть. Большой. И огромный минус Т-70. Нет, развели. Развели Бартона как непонятно кого. Вот снайперы остались живы. Все остались живы здесь. Кроме отряда новобранцев и танка Т-70. Печалище. Печалище. ДШК. И ленд-лис, ребята. Да здравствует, ленд-лис. Вот и все. И вот он преимущество по лимиту реализовал Бартон. ДШК заберет звезду. Три звезды будут, естественно, за Бартоном. И Бартон будет просто играть от обороны. Он будет ждать этого противника. Говорит, типа, братан, давай, типа, заходи. Заходи в мою хату. Мы тебя там нальем. Мы тебя там не нальем. Туда-сюда. Хавчик тайм. Хорошо. Здесь новобранцы на пак противотанковый. Отлично. Фокусить минус пак противотанковый. Сейчас на снайперов, естественно, Шерман изи-эйд. Отлично. Да, Шерман обнаруживает снайперов противника. Надо просто фокусить сейчас снайперов. Пак противотанковый фокусит. Естественно, вовранцы минус один отряд снайперов. Сейчас надо забирать еще гренадеров. Будет забрано гренадеры. Гренадеры спустят, спустят этих пацанов. Нет, все-таки пак противотанковый уходит. Здесь новобранцы разбегают пак противотанковый отряд. Тут, естественно, надо отконтрить пионеров Пионеры тоже отступают Ну и все, собственно, можно попробовать Да, ДШК прикрыть под позиции пака противотанкового противника Тут новобранцами надо отступить МГ-42 лежит Лежит еще ДШК И, в общем, у меня такое ощущение, что Бартон просто сейчас придет все это заберет А может быть не заберет Нет, отличный фраг И инженеров... Нет, инженерами просто отходит Бартон прекрасный врыв Делает фраг Что это у нас? Сюрприз сейчас получше оружие Ребят Ииии... Да, Бартон просто с этим бьет и уходит Надо отступить просто Ой, хорош Скорострельность немецкого снайпера просто зашкаливает Ну вот и все ДШК сейчас увидит, как только кто-нибудь захватит противотанковое оружие Пак-40 Тут же будет сюрприз Лучшее оружие Пионеры, кстати, есть на базе Новобранцы И Панза 4 Панза Камфу 1-4 Шерман Врыв На позиции противника И пробитие Пробитие по 2-2-2 Новобранцы отступили Тут же ДШК разворачивается Шерман Хорошо И надо включать Надо включать Ой-ой-ой-ой Блин, да что ж такое? Бартон не успел Как ты мог? Ой, минус ДШК Какие серьезные потери у Бартона Кошмар Пробитие по Шерману Пробитие Нет, ну тут все уже надо уйти Два Шермана И хорош! Да, подрывается, но никого здесь не было Поздно, поздно Вот чуть пораньше бы вышел, но все прекрасно Шерман, хорош Врыв на снайпера Попробовал поймать еще сомных ребят Пробитие по Шерману Пробитие Назад Ой-ой-ой Проблемы Проблемы Так противотанковый заберет танк противника 2-2-2 Нет, все-таки один Шерман забирается Да, что-то Бартон полетел Неужели Бартон прокакает? Это же кошмар Есть возможность ремонтировать новобранцами технику За счет тактики ленд-лизом Видите, опять Обилка Вот третья обилка Ремкомплект Ну что-то с Аркадил здесь Откровенно говоря Бартон Ну что, Аркадил, Аркадил, Аркадил И не до Аркадил Ничего я в итоге не забрал Разменял кучу пехотных подразделений Отдал танк Два танка даже отдал Вот и все Ну что, будет спам Танка Шерман Естественно Очень много Шерманов будет Да 379 на 290 Шерман, несмотря на то, что выигрывает по очкам Тяжело ему играть-то будет У ДиВэма огромный лимит Посмотрите, какой пехотный огромный лимит у ДиВэма Естественно, вопрос реализации 2-2-2 с тремя ветеранствами Вабранцы Так вот ДШК противника, да Панзер 4 Тут пак противотанковый Пошел на левую часть Так, вот, ДиВэм ДШК на центре Пробуем Пробуем, говорит ДШК справа Бронебойная лента Др-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та На 2-2-2 Хорош, минус 2-2-2, отлично, ДШК Вот что, заснул ДВМ Пробитие по Шерману Выжимает, выжимает противника ДВМ Еще один Шерман Еще скидываются ресурсы Неужели Бартман будет играть В такой мощный механизированный танковый лимит? Это просто невероятно Через граунд атак пытается достать Противника ДВМ Под противотанковым Нет, не получается Не так просто это сделать Флангует Шерман Хорошее заезжание Обнаруживает юнит противника Надо ехать дальше Тут же пак противотанковый Надо тебе раскладывать Через А просто отправляет Пак противотанковый ДВМ Подавлен снайпер Подсвечивают длинадеры Тяжело пока Бартану играть Не было поставлено противотанковое имя От меня Это естественно Бартан Говорит Ты че Офигел Я такой наглости Не допущу Выдавливает панцер И пак противотанковый Шерман Противника Пробитие по задней броне ДШК подавляет И гренадеров Нет, нет, нет Не отдам Что ж А будет ли еще один Шерман Шерман будет через Минуточку Полторы Да, через минуту-полторы Будет третий Шерман Вот, можно будет попробовать Прокуролесить Опять ДШК подавляет Смотрите, какое отличное подавление Панцерканфлаген У ДШК надо отступать Пробитие Пак противотанковый Хорошее пробитие Шерман Еще один Шерман Попробуй заехать Нет, нет, нет Не получится У ДВМа все очень хорошо Вот вы чувствуете, как ДВМ не склоняется Под вот этими натиском противника Сейчас он встал Что-то ждет Что-то ждет Я не знаю Может, что-то хочет Еще ДШК Сколько ДШК? Три ДШК Кошмар Шерман Из Ленвиза Хорошее подавление Прессинг от ДВМа Нереально Прессинг А вот это уже, конечно, более качественный прессинг от ДВМа Чем от Бартона Мы видели На позиции врага тут Вот и все Что ты сделаешь? Ну, ничего ты не сделаешь особо Особо противотанковых средств нету Так, ну вопрос, конечно, с реализацией Поехал Шерман Пробитие Нет, тяжело Шерман заехал Хорошо, там два отряда гренадеров Но куда ты едешь? Вопрос, куда ты едешь Пробитие, не пробитие Шерман отъехал Тут тремя Шерман Конечно, надо заезжать Димон, почему-то два подзапауста не кинул Кинул только один Отъехал Шерман ДШК надо отступать Да, Бартон отступает Пробитие, не пробитие Шерман отступили Тяжело Бартону 233 на 330 ДВМ делает камбэк Получает фальш Барты И Панзер-Конхватный 4 ДШК Отступает У снайпера ДВМа 19 фрагов Хорошие ДШК здесь попадают Просак, хорошие Здесь два пак противотанковых Тут Шерман и Зеет Хорошо, минус Один отряд пехоты Минус противотанковый пак Шерман Сломано оружие Пробует Пятидесятым калибром Забрать пак противотанковый Нет, теряется Шерман Пробитие по Шерману Спака противотанкового Тут же подходит Панзер Да, и похоже Бартона останавливает ДВМ Просто нереально Просто нереально 233, 281 Бартон разбит Бартон разбит полностью А зачем было терять Все свои войска вначале Не совсем понятно Шерману да Надо просто добить Пак противотанковый Хороший врыв Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Заливка Тут же контр-заливка Штукой Пробить его Ой, штука хорошо Залетает у нас На Шермана И тут пак противотанковый Должен добить его Минус Хороший фраг Делает ДВМ И похоже Это все О, ребята Ну все Че там Бартон-то Убедит Не Похоже Нет 233, 239 ДВМ ДВМ выравнивает игру Молодец Нет, ДВМ не тот игрок С которым вот так вот Можно нагло вообще Под базу воевать А вот и Тигр А это, ребята Шах и мат В этой игре Чес Мэт Чес Мэйд Да? Чес Мэйд Встречаем Танк-тигр ДВМ Грозное оружие Чем воевать Против этого зверя Непонятно Просто ГГ Просто ГГ, ребят И есть вариант Что ДВМ Может победить Потому что мы же Первую игру могли пропустить Правильно? Для этого Мы с вами включим Сетку Барсетку Ну что ж Возвращаемся Отличная игра Мне очень понравилось Прекрасно Привет Ребята Сейчас посмотрим Ребят Сеточку обязательно Хочу поприветствовать Всем кто присоединился Привет Адам Вот Турбо Бомж Турбо Бомж Привет Классный никнейм Дон Лакончина Всем ребята Привет Санов Малис Привет 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 ребята Привет 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 Тище Да Ну что ж Давайте посмотрим Сейчас этот самый Как его Ну вы поняли Что там надо посмотреть Сейчас Сейчас Простите Пожалуйста Так Будем смотреть Идет прямо сейчас Четвертьфинал Кстати в 17.00 То есть в 5 вечера Начнется У нас я так понимаю Финалы Сегодняшнего Игрового дня Да Давайте Давайте Сетку Посмотрим Ребят Бартон Дивем Дивем Побеждает Со счетом 4-1 Вон Нифига себе Когда они начали Когда они успели Столько сыграть Хелпингган Сыграет С талисманом И в общем Талисман Хелпингган Сты Отыгрывает Против Талисмана 3-2 Ребята сыграли Гораздо Раньше То есть я так понимаю Начали они сегодня Играть гораздо Раньше И Блин Ну А что тогда мы Пришли в 2 часа дня Как эти самые Да Ну и что же Дивем в итоге Выигрывает 4-1 Бартона Да Я просто не знал Что они раньше Начали Они не могли За 20 минут Столько отыграть Да В общем Четвертьфиналисты Они решили Все ускорить Я так понимаю Да И best of 5 Что ли Я так понимаю Нифига себе Ну подождите Давайте посмотрим Правила сегодняшние Сегодняшние правила Так Открываем rules Открываем Ну привет ребят Это самое С кем еще не поздоровался Значит так Смотрите Получается Best of 3 Угу Best of 1 Это понятно А best of 3 А почему они Такой счет написали Интересно Да Но все таки Best of 3 Короче Они правила Написали Они взяли просто Старые правила Написали и все На самом деле Видите Получается Best of 5 Играли ребята Сегодня Мы пропустили много Я не знал А почему только 4 игрока Где еще 4 4 игрока Уже в финале Напоминаю ребят Что Сегодня в финал Вышли Следующие Игроки Это конечно же Джофф Это конечно же Нагана И это конечно же Капитан Прайс Лавнест Мальборо Мэн Круз Вот их Раз два три Четыре пять Шесть семь Вот И я так понимаю Добавится Еще кто-то Да Вот Хелпинг Ганс Добавился Сюда же И сюда Сейчас должны Добавить ДиВэма Вот Восемь игроков Было всего Получается Игроков Сколько Шесть Тут И Четыре Там Десять Игроков Было И видите Сейчас Четыре игрока Играли за Право Выйти В финал Вышел Хелпинг Ганс По итогу И ДиВэм Сейчас ДиВэма Сюда естественно Добавят Вот такие дела ДиВэм За советов Давайте Смотрим Есть ли у нас Прямой эфир Бартон ДиВэм Еще одна игра А нет Все таки Правильно Мы с вами Смотрим Че нас Обманывают Что нас Обманывают Опять Эти Организаторы 1-1 Счет Все правильно Мы Правильно С вами Смотрим Мы Молодцы Мы С вами Молодцы Ребята Ютуб Следующие Видео Включай Молодцы